Обновленная компьютерная техника, отремонтированные классы, раздевалки и спортзал. Это только часть подготовки к новому учебному году. Основной упор коллектив делает все-таки на образовательный процесс. Мы вводим индивидуальный план и таким образом у нас дети делятся на четыре категории по направлениям. То есть художественно-эстетического направления, это ребята, которые нацелены на поступление в хореографические вузы. Допустим, архитектурно-художественные вузы. У нас есть архитектурная студия, которая работает более 20 лет. Вот эти ребята, им нужны дополнительные предметы архитектурно-художественного направления. Есть ребята, часть, наверное, может быть, одна четвертая часть поступает в медицинские вузы, биологические вузы. Значит, мы усиливаем в такой группе химию, биологию. На территории гимназии в полной мере работает программа «Доступная среда». Специально для людей с ограниченными возможностями руководство школы внесло ряд изменений во внутреннем благоустройстве школы. В гимназии обучается семь детей-инвалидов, в том числе одна девочка с заболеванием опорно-двигательной системы. Для этой цели у нас для нее построен лифт и для людей таких, а также приезжающих, может быть, родителей. У нас есть лифт, который работает, и, соответственно, среда доступна, по лифту можно попасть на любой этаж. Кроме того, мы поменяли все двери на этаже размером до 90 сантиметров, свыше 90 сантиметров, как полагается. Убрали пороги. Так что, в принципе, все возможности есть. Еще одна важная образовательная часть – это сохранение народных традиций и истории. Специально для этого администрация школы организовала необычный казачий кабинет. Здесь собраны предметы быта казаков, одежда, посуда, бытовые инструменты. В результате поисковой работы возникла такая идея создать элемент казачьего быта, такую экспозицию. И мы также начали, планируем сделать кубанское подворье во дворе, уже начали, сделали домик, ну и, соответственно, сделаем кубанское подворье. В общей сложности на подготовку гимназии к новому учебному году было потрачено около 2,5 миллионов рублей. В эту сумму вошел не только ремонт аудиторий, но и закупка новой мебели, компьютерной техники и систем кондиционирования. Практически все классы оснащены видеопроекторами, а в конференц-зале разместилось оборудование для онлайн-трансляций. Количество желающих обучаться в Эврике с каждым годом растет, но руководство не может принять всех. Гимназия расположена в здании средней школы номер 7. Поэтому у коллектива есть одна большая мечта – собственная просторная школа. Самой большой мечтой для нас является строительство школы. Насколько мне известно, проект уже готов, он одобрен, утвержден и направлен в край. Нам глава нашего города обещал, что школа будет построена, поэтому надеемся, что мы попадем в краевую или федеральную программу, и школа будет нам подарена. В этом году гимназия Эврика примет 630 учеников. Из них впервые за парты сядут 60 первоклашек. Именно для этих ребят в ближайшие 11 лет учебное заведение станет вторым домом.